Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей. О событиях в пятнице 5 октября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. В следующем году в Сочи обновят автобусный парк. Образцы представили муниципальной комиссии. Сегодня пожилые сочинцы учились в скандинавской ходьбе, а до этого осваивали медиацию. В Сочи стартовал социальный проект «Активное долголетие». На Мацесте скоро появится новый храм. Сегодня на здании Временной церкви установили купол и крест. На сочинское побережье съехались лучшие серферы страны. Хоста принимает чемпионат России по серфингу. В 2019 году в Сочи полностью обновится парк пассажирских автобусов малой и средней вместимости. Какой будет новая техника руководству курорта транспортного департамента и представителям автопредприятий, продемонстрировали сегодня на презентации образцов городского общественного транспорта. Всего было представлено три вида автобусов. Все они адаптированы для поезда к маломобильным гражданам, имеют в салонах камеры видеонаблюдения и автоинформаторы. Панели с бегущей строкой, на которых обозначен маршрут и остановки. На мой взгляд и на взгляд тех специалистов, которые попробовали эти автобусы, они все в принципе соответствуют и качеству, и соответствуют комфортности. Я думаю, что каждому сочинцу и гостю нашего города приятно будет увидеть вот такие красивые автобусы на линии вместо тех желтых, старых. По словам представителей предприятий и производителей автобусов, эти модели хорошо показали себя во время испытаний на горных извилистых дорогах, которых в сельских округах Сочи немало. Все автобусы оснащены кондиционерами. По цифрам это получается 300 автобусов средней вместимости нам будет нужно, нашим перевозчикам будет нужно обновить и 47 автобусов малой вместимости. В некоторых автобусах уже они ездят, как например марка ГАЗ, они уже есть у нас в городе. Окончательное решение, будут ли именно эти модели перевозить сочинских пассажиров, еще не принято. После рассмотрения максимального числа вариантов, выбор сделают в пользу автобусов лучше других, отвечающих требованиям безопасности и комфорта. Администрация Сочи вкладывает немалые силы и средства в благоустройство курорта. Однако не все сочинцы бережно относятся к городскому имуществу. Так специалисты муниципального учреждения «Сочи-Свет» регулярно фиксируют случай хищения светового оборудования. По данным «Сочи-Света», в нынешнем году статистика противоправных действий снизилась. Но все же есть, помимо вандализма, совершаются кражи муниципального имущества, прожекторов или плафонов. К примеру, в сентябре похищено 12 прожекторов в районе отеля «Камелия» – 5 световых приборов со скульптурной группы «Мацеста». Кроме этого, были срезаны провода недалеко от здания администрации Хостинского района и приведены в негодность декоративные торшеры в сквере для влюбленных. Кроме этого, у нас еще немаловажная проблема – это то, что на опорах освещения, но также хочу добавить, что на газовых трубах, на углах домов, на всем, что можно, люди клеят объявления различного рода. Вот это то же самое немаловажно, то есть затрачиваются силы и средства администрации и нашего предприятия для того, чтобы удалить это все с опор. Любителям расклеивать объявления на мачтах освещения специалисты напоминают, что это влечет за собой уголовную или административную ответственность. В том числе и для тех, кто, желая снять такую ответственность, себя набирает для расклейки объявлений малолетних детей. Ведь привлечение несовершеннолетних к работе без разрешения родителей – серьезное нарушение закона. Для размещения объявлений существует масса площадок – от интернет-ресурсов до бегущих строк, организованных в утвержденных местах. Горожан просят обращать внимание на подобные нарушения, а о фактах вандализма сообщать в полицию или диспетчеру Сочи Света по номеру телефона, который вы видите на экране. В Краснодаре развернулась кубанская ярмарка. В первый же день главные аграрные события года края посетили тысячи человек. Продукты скупали тележками. Очереди выстраивались за колбасой из рыбы, мидиями, устрицами и другими деликатесами. Яблоку негде было упасть в павильонах с овощами и фруктами. В этом убедились наши краснодарские коллеги. Приходите к нам, чтобы выпить настоящий погодаевский сочинский чай. Пробуйте колбасы из Демского района. Вкусно все очень. Копченые, вареные, жареные. Подходите, пробуйте. С Крымского района из натуральной продукции. Кисломолочная продукция. Всем, чем богата Кубань в одном месте, представить свою продукцию на ярмарке для каждого района большая честь. Натуральные продукты, свежие и спелые. И как тут можно пройти мимо? Это самый вкусный павильон. Колбасы, рыба, сырые напитки. Чуть дальше находятся овощи и фрукты. И это все можно не только купить, но и попробовать. Вот, например, свежая кубанская клубника. Прямо с грядки. И аромат у нее, ну, очень манящий, а по вкусу, по вкусу также не подводят. Вот такую ягоду можно выращивать дома на подоконнике. Фермер Владимир Антропов обещает, урожай будет круглый год. Прямо с грядки на прилавке кубанской ярмарки он привез рассады клубники разных сортов. Шарлотта, маэстро и Ирма. А вот Андреас явно оценит городские жители. Вот, пожалуйста, посмотрите, красота. Вы посадили землю у себя в горшочке. Ну, можно два кустика посадить. И выращиваете. В течение этого времени вырастут цветоносы. Вот, посмотрите, какая кубника. Если вы понюхаете, это что-то такое, это шарлотта. Более 800 фермеров предлагает свою продукцию. Каждый старается удивить вкусом и подачей. И неизменно одно – качество. За него ратует каждый. Это мороженое джелата. Мы его делаем в Ейске. Наш принцип такой. У нас нет мороженого из вчерашнего молока. У нас всегда все сырье свежее, продукты свежие. И все всегда вкусное. Колбаса из мяса, между прочим. Без никаких добавок, улучшителей вкуса и всяких там предвкусителей. Все натурально. И мы боремся за натуральные продукты питания, выращенные на Кубани. В этом году агропромышленная выставка поделена на 12 зон. Это все, что производят на Кубани. Вино, мед, копчености. На площади 3,5 гектара место нашлось птицам и крупному рогатому скоту. Городы перемещаются по стойлу Грегор, Сатир и Люси. Коза необычной расцветки не только привлекает внимание, но и имеет высокую продуктивность. Однако нубийская порода пока не так популярна в нашей стране. Молоко не имеет послевкусия. То есть у молока нубийских пород имеется просто сливочный вкус. И также продукция, которая изготовлена с этого молока, даже когда вы кушаете бутерброд с сыром, с горячим чаем, то ощущается всегда прикус сыра. По торговым рядам прошел и губернатор края. Вениамин Кондратьев посетил на ярмарке все три павильона. Пообщался с продавцами и попробовал настоящие кубанские делькатесы. Такие, например, как сушеные арбузы. Никого уже не удивляет, что местные товары буднично и незаметно вытесняют с прилавков зарубежные продукты. И даже такие экзотические, как мидии и устрицы, в Краснодарском крае успешно импорты замещают. С Деноморским выращиваем, сами с Франции покупаем малька, здесь выращиваем. Три года растет, два с половиной, три. Друзья, это долгие деньги, по большому счету. Единственное, что, конечно, они окупаются потом или нет? После двух с половиной лет. Ну, окупаются, конечно. Эта продукция обречена быть нашей, черноморской. Потому что тот санкционный режим, который есть, не позволяет теперь этим устрицам нам приезжать из заморских стран. А для вас это как раз та огромная ниша, которую вы можете занять. Как бы ни было, мы вчера не могли даже и подумать, что наши мидии, наши устрицы будут нашими. А сегодня они еще вкуснее, потому что они наши. А сегодня мы можем, в самом деле, поставлять и химистораны, и, я уверен, завтра и в сети. Участие в кубанской ярмарке в основном принимают представители малого бизнеса. То есть те, кто сам выращивает, сам собирает урожай и сам занимается его переработкой. Это небольшие крестьянско-фермерские хозяйства и семейные предприятия. За их развитием стоит будущее агропромышленного комплекса региона. А это, в свою очередь, скажется и на стоимости кубанских продуктов, рассказывает губернатор. Посетителям ярмарки в ответ на их предложение заморозить цены. Моя задача не снизить цены, а сделать больше производителей. Чем будет больше производителей, тем будет больше конкуренции. И они вынуждены будут сами свою цену чуть-чуть снижать. Ну, чуть-чуть. А вот если снижать цены административно, неправильно. А правильнее будет создать условия, чтобы больше было всех рост товаропроизводителей. У прилавков ажиотаж. Спешки купить все самое качественное и вкусное. Люди с разных точек не только края, но и России толкаются тележками. Для многих покупателей уже традиция – делать покупки на аграрной выставке. Я, во-первых, приехала из Казани. И поэтому я впервые на этой ярмарке, конечно, глаза разбегаются. Купила масло, купила овощи. Спасибо большое. Впечатляет, очень впечатляет. Купили мясо, купили виноград, купили рыбу, купили. Ну, куда хорошая ярмарка. Пока все очень нравится, уже набрали и мясо, и чаев, и рыбу, и сыра. Так что на этом, думаю, еще не закончится все. Очень понравилось, очень. Каждый год мы все – рыба, пиво, сыр, но все, что вкусное, все поберем. Колбаса из мяса, между прочим, без никаких добавок, улучшителей вкуса и всяких там предкусителей. Все натурально. И мы боремся за натуральные продукты питания, выращенные на Кубани. Кубанскую ярмарку сравнивают с зеленой неделей в Берлине. Мы действительно приближаемся к таким масштабным показателям. Сегодня ярмарку посетило десятки тысяч человек. И с каждым годом ее популярность только растет. Увидеть, чем живет и прославлена Кубань. Также попробовать местные продукты можно будет до 7 октября. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Михаил Власенко, Алексей Комаров, Денис Маскаленко. Кубань, 24, Краснодар. Праздник самой благородной профессии. Сегодня поздравления принимают учителя. На Кубани главные торжества проходят в Краснодаре. В филармонии собрались педагоги со всего региона. Это и те, кто работает в школах, и воспитатели детских садов, преподаватели вузов. Слова благодарности всем в день учителя пришел сказать губернатор. Во время поздравлений Вениамин Кондратьев вспомнил и о своих наставниках. Вы сопереживаете на своих учеников. Сопереживаете всю свою жизнь. И мысленно проживаете с ними жизнь их. Вот это удивительное свойство учителя. Всегда оставаться со своим учеником. Я это знаю и по себе, и по своим одноклассникам. Никогда, даже до сегодняшних дней, мои учителя нас не оставляют. Никого, кого учили. И за это вам, от нас, выпускников, ваших учеников, огромное спасибо. Каждый день вы входите в класс, и каждый день вы начинаете урок. Урок, который вместе проживаете со своими учениками. Каждый день. Спасибо вам за ежедневный, где-то непростой, но очень ответственный и нужный для нашего края и страны труд. Дорогие учителя, мы, жители Кубани, вам доверили самое ценное, будущее Кубани, наших детей. Вы идете вместе со своими учениками все школьные годы, как мудрые, добрые, терпеливые наставники. Вы своим трудом создаете завтрашний день Кубани. Лучшие педагоги сегодня получили награды из рук главы региона. 41 педагогу присвоено звание «Заслуженный учитель Кубани». К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 6 октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем 17-19 градусов выше нуля. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Сегодня пожилые сочинцы учились в скандинавской ходьбе. А накануне горожане серебряного возраста осваивали медиацию. Это интерактивное занятие для разрешения конфликтов. В рамках декады пожилого человека в Сочи стартовал очередной социальный проект «Активное долголетие». У скандинавской ходьбы нет противопоказаний. А вот у пожилых противопоказаний к спорту много. Поэтому для людей серебряного возраста такая ходьба с палками – хорошая альтернатива тому же бегу. Скандинавская ходьба оказывает мягкий оздоровительный эффект и не нуждается в тщательной подготовке тела к регулярным занятиям. Об этом пожилые сочинцы узнали сегодня на мастер-классе, который для них провели профессиональные тренеры. Правил не так много – следить за шагом и дыханием. Правая рука у нас осталась сзади. Еще раз выносим левую ногу, правая рука. Проследите за углом 45 градусов, 45 градусов, когда мы выносим палку. Расправьте, пожалуйста, плечи, не шагайте сильно широко и под себя. Работайте руками свободно в плечевых суставах. Держите осанку, улыбайтесь и запомните, что скандинавская ходьба – это тот фитнес, который хорош в любое время, в любом месте и в любом возрасте. Пошли? При такой ходьбе вырабатывается и эндорфины, утверждают знатоки. Пенсионеры подтверждают, улучшается и настроение, и общее самочувствие. Улучшает дыхание, здоровеют наши легкие. Особенно у кого проблема с плечами, а у многих с возрастом, особенно периартрит бывает, плечи лопаточные. Вот именно эта ходьба будет помогать избавиться от таких плохих болячек. У меня в группе 86, 93 года, у меня есть в группе 93 года, бывший директор школы нашей. Представляете, они гнутся, они такие гибкие, они молодцы, они говорят, движение – это жизнь, поэтому все ходят. Скандинавская ходьба не только понижает холестерин и артериальное давление, но и повышает способность организма противостоять стрессам. Последнему аспекту власти города решили уделить особое внимание и организовали для пожилых сочинцев тренинг по медиации. Освоив ее, пенсионеры научатся разрешать конфликты. Медиация, которая считается культурой общения, договоренности и взаимопонимания, призвана учить слушать, слышать, понимать окружающих и, соответственно, решать возникшие с ними проблемы. А тот же конфликт отцов и детей никто не отменял. Наша задача – терпеливо выслушать. Пусть это будет два часа, пусть это будет десять раз по два часа, но ему надо, человеку надо выговориться. Уходят эмоции, остается разум и уже разум придумывает, что, собственно говоря, делать, какие можно принять решения и найти выход из сложной ситуации. Умение видеть, что чувствует человек, видеть его настроение – это, наверное, для меня самое главное в медиации. Оздоровление сочинцев почтенного возраста – приоритетная программа курорта, поэтому к проектам «10 тысяч шагов» и «Прогулка в срачом» добавили еще один активное долголетие, где ко всему прочему будут учтены как спортивные пристрастия пожилых, так и их творческие особенности. Наше мероприятие сегодня, оно про то, что восстановление возможно в любом возрасте, и это восстановление не только физическое, но и духовное. Мы сегодня все в хорошем, отличном настроении. Мы приглашаем всех пожилых людей города в наш большой проект «Активное долголетие» и будем вместе заниматься спортом, читать стихи, петь песни и делиться какими-то интересными рецептами. Очередное же мероприятие по оздоровлению, как обычно, в пятницу вечером. 10 тысяч шагов с палками или без прописаны каждому сочинцу. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Дмитрий Говорков и Михаил Дубинин. Телекомпания «ФКТ». День открытых дверей пройдет в Сочинском онкодиспансере. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. Прийти на осмотр можно бесплатно, без предварительной записи и направления. Такие же мероприятия пройдут 8 октября в онкодиспансерах Краснодара, Новороссийска, Армавира и Ейска. 29 октября в России будут отмечать 100-летие комсомола. В этот день был создан Российский коммунистический союз молодежи. Комсомольское прошлое объединяет и многих сочинцев. Это и простые горожане, и те, кто сегодня занимает важные должности и посты. Среди них главный врач 5-й поликлиники на Мацесте Ирина Демьянова. Как комсомол повлиял на ее судьбу, расскажем в нашем следующем сюжете. В должности главврача Ирина Демьянова около 10 лет. В поликлинике на Мацесте трудится 23 года, ну а в медицине 30. Ирина Викторовна не только отличный врач-кардиолог, но и организатор, грамотный руководитель, отмечает медперсонал. За это время сложился работоспособный, дружный коллектив. И Ирина Викторовна старается помочь сотрудникам, если в них какие-то имеются проблемы. В общем, наверное, комсомольская закалка чувствуется. В комсомол Ирина Демьянова вступила в 80-м. Говорит, это отличная школа для молодых людей. Именно она научила самоорганизации, верив в свои силы, научила защищать слабых и протягивать им руку помощи. В том числе и комсомол повлиял на выбор профессии, говорит главврач. Ну а приобретенные качества помогли подняться по карьерной лестнице. Я была комсоргом своего класса. У нас была активная жизненная позиция. Это позволяло в дальнейшем всем тем, кто были комсомольцами, а тогда были почти все комсомольцами, в дальнейшем уже как-то в этой жизни занять активную позицию. Вот в том числе я считаю, что мне это тоже помогло. Комсомольские традиции нужно обязательно возрождать, говорит Ирина Викторовна. Учить подрастающее поколение быть инициативными, активно участвовать в жизни города и страны. Потому что если не будем мы увлекать свою молодежь, то найдутся какие-то другие, не совсем хорошие организации, которые будут тоже внедрять в умы молодежи свои какие-то идеи. Сама Ирина Демьянова активна не только в работе. Она председатель участковой избирательной комиссии, куда входят и другие сотрудники поликлиники. Одним словом, жила и продолжает жить с комсомольским задором. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». На Моисееве сегодня состоялось освещение и установка купола и креста на новый строящийся храм. Его возводят на территории парка, который будет называться так же, как и микрорайон Моисеева. По сути, строительство Мацесинского парка, а это 7 гектаров, начинается с храма. Его каркас готов и монтаж стропильной системы из легких стальных конструкций завершен. Помогают люди. Я особенно на этот момент делаю такой упор, потому что строительство храма – это всегда дело должно быть общее, всенародное. Все должны в этом участвовать. Кто-то деньгами, кто-то руками, кто-то молитвой своих, кто-то каким-то желанием. Освещение и установка купола и креста состоялись накануне Дня памяти преподобного Сергия Радонежского. В честь него и названа строящаяся церковь. Она, кстати, тоже временное строительство большого вместительного храма, планируется в будущем. Мацеста – это душа нашего города, это основа нашего города. И все, что связано с этим названием, наверное, и говорит, что и храм Мацеста будет со временем самым главным. Чем больше святынь, тем лучше считают православные Сочи. Тем более, что вдоль Черноморского побережья пролегал путь самых ранних проповедников Евангелия – апостолов Андрея Первозванного и Симона Канонита, а в середине V века и святителя Иоанна Златоуста. На Мацесте это будет уже второй храм, тоже малый, небольшой, но вот сегодня уже с куполом и крестом. Местные жители говорят, здесь давно должен быть основательный храм. Место ведь лечебное, водолечебный сад для тела, но а храм всегда для души. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Лучшие театры России приедут в Сочи с 10 по 15 октября. На курорте состоится седьмой федеральный фестиваль «Театральный Олимпий». Его участники представят не только свои творческие достижения, но и успехи в сфере театрального менеджмента и социально-культурного партнерства. В этом году для работы фестиваля будут задействованы площадки Зимнего театра, Зала органа и камерной музыки, Летнего театра парка имени Фрунзе и Нового театра Сочи. Это в концертном зале фестивальный. Зрители увидят лучшие постановки, отобранные для участия в конкурсной программе. Ряд мероприятий фестиваля пройдет в Сочинском колледже искусств, студенты которого встретятся с мастерами театра. Победители определят по итогам Олимпийского театрального турнира с учетом зрительского голосования. В эти минуты в Зимнем театре звучат первые аккорды знаменательного для музыкантов концерта. Это второй концерт цикла программ русской музыки в исполнении Сочинского симфонического оркестра. Сегодня на одну сцену с местными музыкантами выйдет титулованный скрипач Павел Милюков, обладатель наград престижных музыкальных конкурсов. Он с удовольствием принял приглашение сыграть на сочинской сцене. Важно прежде всего, конечно, для роста коллектива, потому что для всего оркестра, особенно для струнной группы, мне кажется, очень важно выступить с таким скрипачом. Я поговорил с Павловым, он даже с некоторыми из наших музыкантов проведет что-то таких, в общем, кратких мастер-классов, мастер-курсов. Я уверен, что это будет совершенно бесценной. Что еще интересно, играет Павел Милюков на очень редкой и потому особо ценной скрипке 17 века, созданной мастером Гварнери. Самое главное, действительно, такой звук, которого не повторить уже точно. Не созданием инструмента, и редко вообще, где можно сегодня послушать их. Все меньше и меньше, они все больше и больше закрываются в частных коллекциях. Впервые в Сочи будут исполнены такие сочинения русских классиков, как Вторая симфония Дмитрия Шостаковича, посвящение октябрю, а также скрипичный концерт Арама Хачатуряна. Завершат вечер фрагменты из известного балета Петра Чайковского «Спящая красавица». В Сочи открылась выставка городских художников-акварелистов. Вернисаж так и назвали – акварель. Проект объединил 20 участников, многие из которых являются членами Международной федерации художников при ЮНЕСКО, членами Союза художников России. В экспозиции представлено более 50 работ разнообразных по стилю и жанрам акварели, приемам письма. Цель выставки – организовать профессиональное общение художников, знатоков и любителей этого вида живописи. Особенность хорошей акварели, считают знатоки, это когда четко прослеживаются авторские чувства от встреч с погодными сюрпризами. Убедиться в этом можно до 21 октября в Сочинском художественном музее. Вход на вернисаж свободный. На Сочинское побережье съехались лучшие серферы страны. Сочи принимает чемпионат России по серфингу. Бороться за звание лучших в дисциплине «Короткая доска» приехали 45 спортсменов-профессионалов, плюс еще три десятка любителей. Расскажет Ольга Десятого. Сроки проведения чемпионата России по серфингу в Сочи организаторы обозначили с 1 по 14 октября. Когда именно спортсмены выйдут на старт, решала только погода. И сегодня пришла та самая волна. Волна достаточно резкая. Мы очень внимательно всегда следим за прогнозом и выбираем самые экстремальные условия, которые дает Сочи. Эти условия, говорят организаторы, идеальны для проведения турнира в дисциплине «Короткая доска». Именно резкая волна позволяет совершать наиболее экстремальные маневры. Волны, в принципе, схожи, потому что у нас на море тоже небольшое, японское. И тоже волны приходят 7 секундные с периодом. Но кататься можно. Сегодня идеальные волны. В этом году на споте хоста, который шутя называют «хоста Рика», в рамках российского чемпионата покоряли волну 45 профессиональных серферов. Это спортсмены из разных городов страны, а также россияне из Индонезии, Панамы и Америки. У нас в этом году очень интересный, насыщенный состав среди мужчин и женщин. Приехали спортсмены из других регионов, спортсмены из-за границы, которые в основном там выступают, участники сборной команды. В число сильнейших серферов попал и сочинский спортсмен. Из экзотической дисциплины серфинг и в нашем городе уже давно превратился в популярный вид спорта. В Сочи уже 8 лет мы катаемся, и с каждым годом становится все больше и больше людей, открываются новые места. Но проблема в том, что это не океан, и волн не так много, как на океане. Это море, поэтому спортсменов не так много, но все равно стало гораздо больше людей кататься. Помимо профессионалов, на турнире катались и любители, как их в Сочи немало. Для Сергея Захарова это уже второй чемпионат России. В прошлом году попросту не хватило опыта. На доске он стоял всего год. В этом году я катаюсь уже два года, опыта чуть побольше. И в прошлом году я готовился всего один месяц, как бы так поехал, не особо ни на что не надеясь. В этом году у меня серьезные планы, я готовился полгода. Чемпионат России в Сочи проводится уже второй год подряд. Как говорят организаторы, здесь качество волн особо не отличается от условий мирового чемпионата. В этом году он прошел в Японии. Российские спортсмены показали там хорошие для себя результаты, благодаря которым наша страна поднялась на шесть строчек в рейтинге, переместившись на 27 место из 42. Ну а по результатам чемпионата в Сочи будет сформирована сборная страны, которая поедет на европейское первенство в следующем году. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Сочиниц завоевал бронзу первенства России по самбо. Турнир прошел в подмосковном Раменском. Участвовали юноши и девушки 2002-2003 годов рождения. Почти 700 спортсменов страны встретились, чтобы побороться за право представлять страну на первенстве Европы. Для многих самбистов России самоучастие в подобном турнире является мечтой. Ведь необходимо пройти сначала краевой отбор, а затем занять призовое место на первенстве юга страны. На национальном первенстве достойно выступил сочинец Матвей Карась. В весовой категории до 72 килограммов он завоевал бронзу. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях. Facebook, Instagram, Одноклассники, Телеграм и в группе ФКТ ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ